По данным Центра занятости, пострадавший в 2020 году, рынок труда восстанавливается и возвращается к доковидному периоду. На сегодняшний день уровень безработицы составляет 0,37%. Это в 7 раз меньше того пикового значения, что пришелся на август прошлого года. На сегодняшний момент в Центре занятости на учете состоит 818 безработных граждан. И можно сказать, что даже количество вакансий у нас увеличилось по сравнению с до пандемийным периодом. Количество вакансий 3036 требуется экономиста, менеджера, руководителя среднего звена, большой спрос на специалистов рабочих профессий. Также в Центре занятости можно бесплатно получить дополнительное образование, повысить свой профессиональный уровень. Обучилось 136 безработных граждан. Профессии разные. Востребованы, конечно, в сфере кадрового делопроизводства, бухгалтерии. Также востребованы профессии по фотошопу, по автокаду. Девушки к нам приходят после декрета. Она во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком научила использоваться фотоаппаратом и решила, что ей неплохо было бы освоить фотошоп. Со искателями в Центре занятости работает психолог, который не только поможет сориентироваться с выбором профессии, но и научит правильно вести себя с работодателем на собеседовании. Мы активно используем мультипсихометр, который помогает нам сориентироваться вообще, что происходит внутри человека. Это и тесты по профориентации, которые рассказывают вообще, чем было бы комфортно человеку заниматься. Потому что существует профессиональное выгорание, а иногда бывает, что люди отучились, не могут устроиться на работу именно потому, что так сложилось, что пошли учиться, а они не туда, куда им было нужно. Тест показывает, в каком направлении им бы дальше, возможно, стоило бы пройти обучение. По мнению психолога, самые растерянные в профессиональном плане – мамы, которые недавно вышли из декретного отпуска. Некоторые из них готовы сменить профессию на другую с более гибким графиком. Например, перейти из юриста или экономиста в мастера маникюра или дизайнера одежды. Тоже можно также после тестирования определиться вообще, что хочет мама, что ей интересно, и пройти обучение у нас от центра занятости населения. Сейчас у нас появилась еще новая программа, можно пройти обучение через портал «Работа России». Там огромный список специальностей, по которым можно отучиться, и большое количество категорий, которые могут пройти обучение. Обратиться в центр занятости можно и за получением субсидий на открытие собственного дела. Главное – не иметь трудовых отношений, пройти профориентационное тестирование и составить бизнес-план. Татьяна Мигдаль, Денис Харламов, Стас Трифонов, телекомпания Одинцова.